Всем привет, с вами я, Айгера, и это капец. Это просто капец. Да, ребят, я в шоке, я просто в шоке. Я вам сейчас всё расскажу, что у нас происходило. Я просто, я вам всё расскажу. Давайте начнём с того, что, да, 1 сентября. Поздравляю всех, кто рад этому величайшему прекрасному празднику. Всем, кто так же, как и я, не рад, соболезную, сочувствую. И, чтобы вы понимали, у меня сегодня было 9 уроков. Сейчас 9 вечера, я вот только начал записывать видос, потому что я только пришёл домой. 9 уроков, это, чтобы вы понимали, школа у меня закончилась в 4.30. И после этого я ещё там поехал по делам, и вот только приехал домой, и уставший записываю видос. Поэтому надеюсь, что я не буду сильно запинаться, потому что реально я уставший. Но, по крайней мере, я вам сейчас всё расскажу. И начнём с того, что, вот да, у меня было 9 уроков. Про это я узнал буквально за день до начала школы. То есть, 31 августа я узнал про то, что у меня будет 9 уроков. Я, естественно, офигел. Сразу начал спрашивать у родителей, ещё у некоторых людей вообще, как это, как это возможно, 9 уроков. Потому что максимум 8, и то 8 должно быть редко. Вот, и мне сказали то, что 9 это вообще незаконно. То есть, ну, такого быть не может, это невозможно. И каким образом у меня это получилось, так ещё и 1 сентября, никто не знает. Вот, но ещё прикол в том, что 9 уроков у меня будет каждую неделю минимум 1 раз в неделю. То есть, это не одноразовая такая штучка, это именно вот каждую неделю у нас так будет происходить. Классный руководитель нам говорит то, что, да чё вы, это нормально, в принципе, раз в неделю 9 уроков не страшно. Зато в некоторые дни вы будете приходить не на первый урок, а на второй или на третий. Но вы же все сами понимаете то, что лучше уже прийти на первый урок, отсидеть и уйти пораньше, чем приходить на второй урок и уходить в полпятого и возвращаться домой, вот как я сегодня вернулся. И сегодня я вам расскажу всё, как у меня происходила вообще линейка, всё вот это вот расскажу, потому что это лютый кринж, насчёт того, что вот 9 уроков и вот это вот всё мы ещё вернёмся. Но давайте я вам расскажу кое-что ещё интересное. Получается, вот, да, 1 сентября пошёл я в школу, приехал в школу я на 7.30, да, чтобы вы понимали, на линейку. И поспал я буквально часа 4, чтобы вы понимали, я поздно лёг, так ещё и заснуть долго не мог. И, получается, вот, приехал я в 7.30, у нас началась почти сразу линейка. А, нет, ещё мы таскали с нашего класса стульчики на улицу, все вот 30 стульев или даже больше, сколько у нас там в классе, мы таскали на улицу зачем-то. Сонные, просто ели плетёмся, притащили их на улицу, поставили их, значит, и собралась куча-куча народу. В общем, естественно, большинство без масок, это, конечно, всё очень классно, потому что, просто чтобы вы понимали, многие люди возвращались там со всяких отдыхов, могли позаражаться там и вот приехать, в общем-то, обратно в свой родной город, пойти в школу и позаражать других. Поэтому, если будет дистанционка ещё, я вообще не удивлюсь, но это не важно. Самое главное то, что мы, получается, пришли, все уставшие, стоим, на линейке мы стояли, больше часа это 100%, где-то часа полтора мы, скорее всего, там стояли, мы мега устали, ноги болели люто, потом мы пошли в школу, у нас был классный час, и вот всё, получается, вот эти два урока, то есть линейка и классный час, это у нас были вот как такие, можно сказать, изичные уроки. А всё после этого, это было 7 уроков именно школьных. И, да, хочу ещё отметить то, что 9 уроков это именно только школьные уроки, это не какие-то недополнительные, это не репетиторы, это именно школьные предметы. И поэтому это самое страшное, самое сложное. То есть там и химия, и немецкий, и все остальные предметы, которые, ну, не особо я люблю. Да, я уже точно не помню, какие сегодня уроки были, но точно помню, что была химия и немецкий. Если на немецком мы ещё можем с нашим немцем поугарать, и, в принципе, классный чел, но вот на химии мы уже сегодня, то есть первый день в школе, и мы уже сегодня, чтобы вы понимали, написали примерно 2,5 страницы конспекта. Вот, и уже нам задали кучу домашки, и уже через буквально урок у нас будет самостоятельная или контрольная по химии. Вот, обожаю химию, просто лучший предмет, очень всё классно. Вот, чё ещё могу сказать? А насчёт того, как у нас происходила линейка, это, конечно, лютый кринж, потому что наняли очень классных аниматоров, или как это называется. У нас там были и смурфики, у нас там были и какой-то Соник ещё с кем-то, и какой-то этот, как его, медведь какой-то трёх- или четырёхметровый, который еле передвигался. Вот, ну, также, конечно же, нам показали первоклассников, которые вот только пришли в школу. Они все максимально радостные, потому что они ещё не знают, что их ждёт. Вот, ну, надеюсь то, что они и будут оставаться такими радостными до конца школы. Вот, ну и показали, естественно, одиннадцатый класс, в которых я, к сожалению, в их лицах радости особо большой не увидел. Но это, в принципе, и понятно. Вот, нам показали именно одиннадцатиклассников, которые уже выпустились со школы, толкнули нам такую классную речь, вот. Также показали нам одиннадцатиклассников, которые вот только перешли в одиннадцатый класс. Вот, как раз на их лицах я особо большой радости не заметил, но да ладно. Вот, а я, в принципе, перешёл в 10 класс, я как бы на расслабоне на чиле, но, как я уже и сказал, всё равно какую-нибудь, допустим, матёшу я учить буду, но на остальные предметы, скорее всего, кроме английского и математики, забью, но посмотрим, что вообще будет происходить, я точно ещё не знаю. Насчёт расписания уроков я ещё сам даже не знаю, но самое печальное это то, что вот раз в неделю у нас будет происходить, получается, день, когда у нас будет 9 уроков. Да, училка нам говорит то, что ничего в этом страшного нет, в принципе, что тут такого, раз в неделю, в принципе, потерпите. И ещё очень печальное то, что теперь перемены длятся дольше, чем раньше, то есть раньше перемена могла длиться 5-10 минут, теперь каждая почти перемена длится 15 минут, и только там последние длятся по 10 минут. Вы спросите, а чем это печально, как бы больше отдыхаешь, но проблема в том, что чем больше перемены и чем больше уроков, тем позже вас отпустят. То есть, допустим, вот нас отпускают если бы 9 уроков, то в полпятого, вот мы сегодня освободились, а если бы перемены были бы короче, то нас бы отпускали, скорее всего, где-то в 4 или даже раньше. Это крайний срок был бы, если было бы 9 уроков. Вот, я боюсь ещё представить, если в 11 классе у нас всё так же останется 9 уроков хотя бы даже раз в неделю, что вообще будет в 11 классе с 9 уроками, потому что там ещё, скорее всего, появятся всякие дополнительные, типа, подготовка к ЗНО, ну, то есть как у вас ЕГЭ, у нас ЗНО, то есть подготовка к экзаменам. И меня, конечно, очень интересует, что будет происходить и вообще во сколько я буду уходить со школы. Это, благо, у нас ещё и первая смена, потому что, ну, в другом случае я бы даже не знаю, что происходило. А так, в принципе, 1 сентября это как бы всегда ненапряжные дни, ну, только на химии мы, естественно, расписали там 2,5 страницы конспекта и нам уже домашку задали. Вот, а так на всех остальных уроках мы, в принципе, чилили, с немцем поугарали, на других уроках тоже, в принципе, сидели, ничего не делали, потому что даже не все тетрадки принесли, чтобы их записывать. Вот, насчёт того, какое будет завтра вообще расписание, я понятия не имею, нам ещё не скинули даже расписание. Вот, но скоро я об этом не знаю, но пока что, по крайней мере, даже не знаю, сколько у нас вообще будет завтра уроков. Да, кстати, я ещё сделал пост в сообществе, где спросил у своих подписчиков, сколько у них было уроков 1 сентября и были ли они вообще. Потому что, как я помню, допустим, год назад у нас или вообще уроков не было 1 сентября, или было буквально парочку после линейки, и то мы на них, в принципе, ничего такого не делали. Вот, но если вы не проголосовали в этом посте в сообществе, то обязательно пишите в комментариях, сколько у вас уроков было 1 сентября. Мне вот реально очень интересно и даже очень важно это узнать, потому что мне интересно, это только у меня вот так вот всё классно, что я был на целых 9 уроках, или ещё у кого-то подобное было. И, кстати, жёлтый упал, нифига себе, он лох, потому что у него не было кровати. Хорошо, давайте спустимся вниз и немного залутаемся. Я один на один остался с чуваком, у которого нет кровати. Ну, в принципе, я высказался обо всём, что хотел, то есть, как бы, особого напряга сегодня не было, но устал я очень жёстко, потому что... А, то есть, это, чтобы вы понимали, я в школе был со скольки до скольки. Это я в школу вот приехал в 7.30, то есть, выехал я там буквально вот в 7, потому что мне до школы надо ехать минут 20-30. То есть, где-то с 7 до 8 вечера я был не дома. Ну, чувствую себя, знаете, как будто я работаю на каком-то заводе просто с самого утра до самого вечера. И это капец. Надеюсь, то, что завтра, хотя надо будет идти не к первому уроку, и надеюсь, то, что завтра будет не больше 7 уроков. Вот. И поэтому, да, всё рассказал, всё высказал. Надеюсь, то, что вы напишите в комментариях, сколько у вас было уроков. Ну, а я пошёл искать последнего чувачка. Ё-моё, он уже за мной бежит под инвизом. Я его не вижу, это плохо, потому что он по мне сейчас даст хит и скинет меня. Но я от него, естественно, убегу, потому что он до сих пор под инвизом. Интересно, когда он у него спадёт? Просто я до сих пор не вижу, где он. И... Ага, всё, вижу, меч свой достал. Красава, меч, я, естественно... Не, ребят, я хочу спать. Сори, вы знаете то, что я всегда стараюсь над своими видосами, но... Я всё хорошо рассказал в прошлой игре, и я... Я просто... Я хочу спать, серьёзно. Спасибо всем большое, что досмотрели этот видос до конца. Я сегодня проснулся в 6 с чем-то утра. Пришёл домой в 8. Записывал для вас видос. Сори, то, что не затащил. Следующий видос, кстати, у меня уже записан, потому что я его ещё записал летом. И выложу я его в субботу, поэтому ждите. Он очень-очень интересный. И... Всё. Всем пока-пока. Всем пока-пока.